Девушки отдыхают Хорошая выпивка Вот кого я здесь искал Здравствуйте, дорогой Александр Здравствуйте Я тебя приветствую Рад как всегда видеть тебя Ты один единственный, который радуешь нас сегодня То есть в ютуб заходишь и смотришь только с утра тебя Ну это я уже повторяюсь, потому что я тебе в прошлый раз говорил Но это какой-то трендец Хочу же заходить, пойти поговорить с нашими братьями меньшими Ну захожу, штучат рулетку Ну я вижу тебя тоже так любят, как и меня Вот захожу, ну что, ну пять минут, все, меня нет Все, до свидания Так то же самое, я даже вот триколор не ставил, знаете, так заходил без триколора Все равно выгоняют сразу же, моментально Я уже и менял место, шапки разные одевал, очки одевал Все уже вычислено, я им как родной уже стал Наверное уже... Так то же самое и меня, я уже и вот так вот И выключал свет, потем как сидел Вот, уже лицо вообще неузнаваемое Какой черт меня по голосу сразу узнают И самое интересное, что когда вот говоришь, говоришь, говоришь Беседа классная, беседа интересная И под конец, хоп Так это хорошо, если под конец А когда на середине, ну у меня вот несколько роликов я выставлял Когда прилетает, раз и прилетело То есть они же, они же засранцы тоже сидят и слушают и смотрят То есть получается Там разбирались наши люди Значит, первое, раньше у них это выходило чисто по лицу По майке, потому что я раз майку поменял, меня сразу бомбанули Я посмотрел, что я сижу в той майке, когда меня еще на тех аккаунтах А сейчас у них, я так понял, штат расширили, посадили зайчиков Вот, и зайчики сидят Ой, вот, пожалуйста, Александр, понятно, Бабищев Так, хоп, есть Так, Вова Зелевова, хоп, есть И все, и погнали И мы там чужие, все Они сейчас оставят только там одних алкоголиков Каких-нибудь уродов, да, из России Ну, не только из России, я имею в виду И все, и будут на этом делать свой контент Вот, посмотрите, лицо наших врагов Так, вы знаете, Владимир, это же не просто контент, это же бизнес Я вот пытался объяснить украинским блогерам Типа, ребята, передайте хозяевам вашей рулетки Там же хозяева есть Это же, прежде всего, это доход То есть, в этой рулетке еще это не сильно отлажено Потому что ребята только создали А там же чисто доход То есть, тебя банят Ты снова заходишь Ты оплачиваешь там абонемент или что-то То есть, можно было сделать так, что Ну, бань раз в месяц Раз в две недели Как абонентная плата, понимаешь? То есть, ты получаешь деньги Но когда они начинают банить часто Люди перешли на покупку аккаунтов После этого они плюнули даже на аккаунты И просто ушли А тот алкаш, на которого они рассчитывают Что он сюда зайдет Но он же не заплатит Он будет ждать там свои 30 дней Чтобы снова сюда зайти В итоге бизнеса нет То есть, вот они сейчас на уровне чат-рулетки Доказали то, что они сотворили со своим государством Своим идиотизмом То есть, абсолютно бездумным отношением Заработать сегодня и сейчас А завтра горе оно синим пламенем Я ж всегда на тебя ссылаюсь И говорю, что Смотрите, даже, говорю, Александр Бабич И то сказал Говорю, придурки, что вы творите? Вы сами себе выстрелили в ногу То есть, сейчас народ будет Не, он потихоньку будет переходить Это будет не завтра, не послезавтра Но он все равно будет переходить В эту чат-рулетку, в 24 Он будет переходить Потому что там не будет людей С кем можно было поспорить Обсудить какую-то тематику Ну, с алкашом ты не обсудишь Ну, носу будет кто-то ковырять Кто-то жрать, кто-то голый сидеть Ну, это неинтересно Ну, это раз, два, три А потом все Ну, у них же прикол в чем У них же риторика какая Если он попадет вот на вас, например Да, или на меня Тут надо что-то делать Как-то выкручиваться Еще и не факт, что ты победителем выйдешь Понимаете? До уровня кричать Вот там он слился Ну, быдло скушает Это для блогера, да Для блогера, да Ему хорошо показать Допустим, Россию Что там одна алкашня Беззубые Ну, и дебилы, тупые Сказать 7 плюс 8 И так далее А нас, естественно, убирают И вы, кстати, правильно сказали Что если Если ты был бы с головой То ты бы Брал бы, да Вот аккаунты Покупай Или не аккаунт Или оплачиваешь вот эту вот хрень Хотя бы раз там Хотя бы раз в месяц Деньги были хотя бы в кармане А они вот сами себя Ну, они Не знаю Может им не надо подсказывать Да я специально подсказываю Может поумнее Вот я им уже месяца 3 подсказываю Понимаете, там вот Дуб дерева Забивай хоть молотком Хоть кувалдой Пофигу Вот абсолютно ноль на массу Я же одно время взял И купил несколько аккаунтов И зашел Через месяца 3 Я уже месяца 3 на той рулетке не был Через компьютер То есть через телефон могу я заходить Потому что там плавающий IP Через компьютер не могу Захожу туда То есть И тут же забанили То есть сколько я это говорил Вот ноль на массу Они же смотрят сволочи Я же знаю, что они меня смотрят Это же Это же понятно Нет, ну а тут Тут попадаются хоть Люди Ну я имею в виду противоположных взглядов Чтобы можно было хотя бы Что-то обсудить Или нет Да, да Вчера я видел Марка Таки да, киевская хунта Я не встречал Кроме вот двух прибалтов Постоянно матюкающихся Я не встречал никого Его видел Потом Вонятку видел Вонятка гуляет Фархатка здесь гуляет Говорят Фархатку знаю А Вонятка Вонятка Это нервный мальчик Святой человек Он не нервный Он святой человек А, святой человек Вонятка Потом кто еще здесь Говорят Квитан сюда заходил С попиком Джавелина залетала То есть они уже Уже говорят Об основании А и этот Киевская Русь Вдруг ваш Заходил тоже Сергей Иванович Сережа Да, дело в том Что Я опять же говорю Ну а Вот я разговаривал С разработчиками Вернее с мальчиком Который разработал Эту чат-рулетку Он молодец Он умница Это я аплодирую Он создал Самую лучшую чат-рулетку В истории человечества Вот эту Где мы сейчас разговариваем И он еще Мы же его попросили Когда был он у нас В этом Вместе с дядька Гарри На Этому Имперском клубе Мы попросили Чтобы Обсудили Кое-какие вопросы Вот И он сказал Что будет дальше Это все разрабатываться Будет улучшаться Так уже Вы знаете Уже много интересных вещей Уже могут Я только что Разговаривал с дядькой Гарри И киевская Дядька Гарри И атомная Русь Они вдвоем были Уже конференц-кол Можно делать Можно до 4-х человек С одной стороны И один человек С другой стороны Уже до этого Дошли То есть они Опять же Смотрите Орки Что-то создают Что-то улучшают Что-то делают Лучше А вот Великие Морикопатели Вот как им дали Вот эту вещь Они будут Ей пользоваться Пока они ее Не убьют Понимаете Это вот как Вспоминается Фильм Планета обезьян Если видели Вот любую серию Возьми Вот как там Вообще становилось То есть обезьяны Они могут Пользоваться Орудиями труда Но создать его Они не могут Понимаете Усовершенствовать Не могут Они могут Пользоваться Там простое Что-то отремонтировать А вот создать И усовершенствовать Это Не поддается Так что Эту рулетку Надо раскручивать Но мы Обратились К Мизулиной Я видел Это обращение Да Мы обратились Но я вижу Что Машина Неповоротливая Государственная машина Она всегда была Неповоротливая Это плохо Это плохо Пока пинка Чиновнику не дашь Да Вот Я не Насчет там Мизулиной Там Но Это надо Двигать Это надо Просто-напросто Сделать так Чтобы люди Из Украины Не только из Украины А из всего мира Были здесь Они будут Закрыть Вы знаете Не обязательно Закрывать Вы конкуренции Их победите Просто Даже рекламировать Смотрите Когда заканчиваешь Свой ролик В конце Я еще договариваю Как эпилог И вот Когда я договариваю У меня вместо Вашей картинки Рулет ТВ Высвечивается То есть люди Смотрят И думают А что это за рулет ТВ А ну-ка дай зайду И вот здесь Я уже встречал Несколько человек Которые Мне же и говорили Благодаря тебе Вот благодаря твоим роликам Мы сюда зашли Понимаете Вот это вот Классно просто Ну я попрошу Значит будет у нас Совместный стрим С блогерами Не знаю когда Но скорее всего Это будет Наверное Послезавтра По разным темам Да И это будет На каком канале Тоже не знаю Но в телеграме Я объявление дам И мы там Обсудим Чтобы после каждого ролика Как это делаете вы Да Это рекламировать Показывать Вот эту рулет Во-первых Она удобнее Она удобна Нет такого Как в той рулетке Там и эхо И И Она переключается Тут Намного все спокойнее Устойчивее Не знаю Может при наборе Больших людей Может что-то и появятся Какие-то косяки Но это Разработчику Об этом думать Я не знаю Говорить не могу Вот И Мы попросили Вот Гарри Да Он является главным Это чатурлетки И Мы попросили Чтобы модераторы Которых он назначает Их мало пока Они пока на общественных началах Вот И чтобы они не банили Даже если блогеры сюда зайдут Украинские Их не трогать Ни в коем случае Пускай они здесь Что хотят То и творят Ну я имею ввиду В плане Дозволено Без этих всяких Я имею ввиду Призывов К убийству И так далее То Это будет правильно Это мы покажем Во-первых Своё лицо И во-вторых Это будет плюс Я не боюсь блогера Вообще никаких Ну да Бывает я ошибаюсь Бывает Что значит боюсь Я за ними охочусь Не Я Когда в той чатурлетке Я видел блогера Я видел блогера Я его сразу переключал Почему Потому что я знаю У него или кнопка Или ещё какая-то ерунда И я думаю Ну смысл мне Я сейчас с ним буду говорить Он мне там понажимает И всё И опять Давай до свидания Ну а смысл мне с ним Говорить с этим С этим зайчиком Если бы он бы Хотя бы был бы Вот на равных Давай поговорим Там я факты Ты факты Не перебивая Там Вот Тогда да Это был бы другой вопрос А так Ну а смысл с ними говорить Ну вот И я вот тоже Мы как обсуждали Говорю Вопрос Интересный По Александру Вот Из Америки А почему Говорю Нас Ютуб Мгновенно Сносит всех Вот у меня Сегодня канал Забанили на неделю Ни за что Установлено Установлено время И там Оконцовка У меня Там Вот как Ярлаш Заканчивается И такая же Вот на этом Времени Меня забанили Я подаю Апелляцию Ноль по фазе Я спрашиваю А почему Вот Бабищева Не трогает Никто А мне говорят Он же в Америке У него есть Он может подать Суд на ютуб На американский Ну у нас же Не ну смотрите Я Во первых Я не знаю Тут меня уже И провокатором И предателем Кем хотите Называли И вот Кстати Вот такая же Риторика Почему всех банят А тебя не банят Не Не в этом Не по поводу По поводу Банят не банят Вот у нас Я не знаю Вы наверное знаете Есть такой блогер Саня во Флориде Слышали Ну конечно Да У него был Миллион У него было подписчиков Его даже забанили То есть Я думаю Просто Либо не усматривают Чего-то Совсем плохого То есть Знаете Знаете Как вот у нас В Штатах работает Вот ты один раз Налоги не заплатил Тебя будут потом Все время проверять Или тебя один раз Проверили А у тебя нашли ошибку У тебя 7 лет Будут проверять Постоянно И вот до каждой Буквы докапываться Но пока ты все делаешь И тебя не взяли На проверку То есть тебя Опускают То есть Отпускают вернее Ну я не знаю Слава богу Что не банят Слушайте Я не знаю Стараюсь Нет Там есть же Такая ситуация Банят они Ютуб Вот в чем дело Банят не Ютуб Есть паства Какая-то определенная Это с любой стороны Что с нашей Что с их Я кстати был против Всегда вот этого То есть Налетает толпа На ролик Определенного блогера Да И пишут там Дискриминация Или оскорбление Или еще что-то И автомат Который работает На Ютубе Да Он естественно Банят этого человека И сносит И сносит каналы Как у меня У меня Два сто тысяч Даже Нет И не Не подавились А они сносят Просто набегает Толпа Вот Я не могу понять Почему На вас она не набегает Вот вопрос У меня пару ребятишек Я попал На них Которые Хотели этот фокус сделать И я это записал Один сидит И с умным видом Говорит Так Какой канал А тот самый Бабич Я тебя знаю Сейчас тебе придут В гости Говорит Твой канал Мы сносим И все остальное Я говорю Знаешь что родной Вот то что ты сейчас Мне сказал Я это все записал И это будет Моим Моим алиби В Ютубе То что вы делаете Давай делай Говорю Сноси канал И вот двое Мне таких попались И у меня Их обоих У меня лежат Записи Записывай Давай Разберемся Я действительно Подам в суд Ну как в суд Не то что там Я вас сужу За то Докажите мне Почему Где У меня Что-то Не так А если у меня Что-то не так То скажите Пожалуйста Почему вы пропустили Эти ролики Ну Я у Ютуба Всегда спрашиваю А в чем Вообще проблема Да У вас есть В роликах Там Вот Такие-то Такие-то Действия Мы боремся С этим Постоянно Периодически Но этого нет Я сижу Нормально Разговариваю Мой собеседник Не ругается Я говорю Что да Были бандеровцы Которые Допустим Совершали Преступление На волыне Члены ООН Пахтов И Здесь что такого А для них Слово Бандера Для них Слово Допустим Какое-то еще Ну я не знаю Ну там есть Целый перечень слов Даже не Не бандерлог Даже не Какой-то там Москаль Там Такого нет И нормально Разговариваю И все Канала нет Вы знаете Вот когда иногда Выставляешь Я выставляю На монетизацию Там правда Монетизация Слезы Потому что Основной Контингент Россия Беларусь И там У меня По-моему Процентов 15 Не оттуда Ну И то Я это Использую Как чтобы Они проверяли Понимаете Так вот Иногда Приходит Ответ Что Ваш ролик Не проходит По тому-то Тому-то Я пишу Почему И там пишут Обнаженные тела Обнаженные тела Я им посылаю Типа Посмотрите Ребята Где обнаженные тела С ума сошли Тут мне приходит Ответ После того Как мы Внимательно Просмотрели Ваш ролик Мы Убедились Что там Ничего нет Мы приносим Свои извинения И ролик Снова идет На монетизацию То есть Это плюс 18 То есть Да То есть Они Порой Кто бы там Не сидел Не проверял Может быть Лень проверить Нажимают Может быть Еще что-то Может Специально Нажимают Понимаете Вот это вот Обнаженные тела У меня было Несколько раз Какие обнаженные тела Я в рулетке Сижу Разговариваю Понимаете Это Это же этот Миша Лицо без кожи Блогер Россия Ну вот Он самый Этишник Он прекрасный Человек Вот что не попроще Все Все сделает Кстати Он мне сегодня Компьютер Чинил Заходил У меня тоже Компьютер Завис Не знаю Из-за чего Но он мне сделал Все Спасибо ему большое Вот Он говорит То же самое Пришло Плюс 18 У вас Что он сказал Что-то типа тоже Что-то Какие-то сексуальные Эти Я говорю Смотрю Я одетый Собеседник Одетый Потом себя По черепу Гладит Говорит Ну Может быть Лысый На голове Ну Это Это Цирк Полный Я не знаю Это уже Не знаю Ну Тяжело Это все Конечно Дается И с нервами Я же говорю Ну даже Вот Нельзя вспоминать Конечно Ну ладно Слава Дядя Слава Вот Кстати Как он Когда канал Снесли Когда канал Снесли У него Было Более Миллиона Написчиков И после Этого У него Естественно Я так понял Что На какой-то Почве Но он Сейчас В больнице Лежит Я просто Здесь Много Встречал Соседей Ваших По глобусу Вот знаете Вот это Вот Ну Довольно Таки Мерзких Понимаете И вот Они Отзывались При мне Ну Такой у них Тренд Видать Пошел Знаете Вот Бабуинов Что Про дядю Славу Говорит Потом Про Кадырова Тоже Вот это Слух Ноль На мат У нас такая ситуация Была Дедусик Был такой Дедусик Он Лежал На Да И Постоянно Там Сморкался То Георгиевскую Ленточку То Флаг Российской Федерации Ну Разговаривать С ним Не о чем Было Ну Он Только Видит Он Сразу Блогера Там Он Сразу Начинает Мат Перемает Сморкается Да Попала Ракета Он Погиб А у нас Блогеров Никто Это Можно Было И Сказать Да Но Когда Все Он Мертв Все Что Вы Пинаете Мертвого Уже Все Он Он Уже Ничего Не Сделает Зачем Вы Сидит Он Знаете Что Где-то Лезь Там Умер В Праге Я Говорю Нет Первый раз Слышу Вот Знаете Он Умер Мы Сейчас Его Перевозим В Черкасс Я говорю Царство Небесное Земля Пухом Вопросов Нет Умер Так Все Да Такое Такое Дело Ну А вы Типа Вы Типа Козлы Да И Вот Сейчас Я Вам Ставлю Бан Нажал И Убежал То То есть Он Пожаловался На Меня Вот Я говорю Ну Я С ним По-нормальному Разговаривал Как Человек Человеком Я Не Хамил Не Кричал Не Смеялся Над Смертью Деда Олеси Да Какой Бутон Небыл Но Это Все Человека Нет Что Ты Уже Издеваешься Над Трупом Но Это Не В природе Я Считаю Человеческое Такого Не Нужно Быть Вообще Вот По Гоголю Да Вот Эта Смерть Ее Надо Вот Когда Человек Умирает Это Целое Такое Не Торжество А Вот Это Все Дело Обхаживают Облагораживают Вот Это Все Смокчит Эту Саму Смерть Да Как Он Умер Как Он Жил Как Ему Поставили Этот Памятник Я Все Это Помню У нас Я Жил На Украине Долго Ну И Счастлив Поставил Памятник Человек Поставил Памятник Простенький Памятник Как Соединенных Штатов В Америке Ставят По-моему Все Одинаковые Ну Не Везде Правда Это На Военных Кладбищах Одинаковые Это На Военных Кладбищах Да В основном Да 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 Вот А Тут Он Поставил Мне Тут Памятник Он Мне Уважает Своих Родителей Да У меня Денег Нет На Допустим Человека Нет Денег А Вот Если Человек Умер Ты Должен Обязательно Показать Всем Что Ты Смог Поставить Такой Памятник И Там Соревнования Идет На Украине Кто Какой Памятник Поставит Лучше Вы Знаете Самое Главное Не Памятник А Самое Главное Как Часто Ты Приходишь К Этому Памятник Часто Ты Об Это Вспоминаешь Кто Я Недавно Был На Кладбище Был В Самарканде Там Моя Дедушка С Бабушкой Похоронены Я Пришел То есть Я Постоял Посидел Там То есть Я Отдал Свой Долг Понимаете То есть Мне Надо Было Туда Ехать Чтобы Ну Я Не Для Этого Именно Ехал Даже Не По Пути Потому Что Я Ехал Ташкент Душамбе А Потом Думаю А Видел Шо Вы Шо Красиво Красиво Но Все Равно Сдать Вот Такой С Претензией На Такой На Наглость Понимаете Вот Ну У Славян Мне Не Нравится Вот Такое Когда День Поминания То есть Люди На Кладбище В Разных Регионах Она По Разному Разные Числа Ну Приходят Есть Люди Которые Пришли Помолились Помолчали Поставили Лампадку Свечку Положили Там Какие-то Печенье Конфеты Налили Стакан Побыли Вытерли В это Время Нельзя Вытерать Я имею Дову Посидели Вспомнили Человека И ушли А Другие Нет Баян Гармошка Это Что На Украине И В России Такое Есть Он Стоит На Все Кладбище Держит Этот Стаканёру И Орёт Просто Разговаривает Громким Голосом Ты Зачем Сюда Хочется Подойти Но Не В этот День Дай Не На Кладбище Бить Ему Морду Ты Чего Сюда Пришёл Вообще Для Чего Поорать Посмеяться И Водки Нажраться Идиоты Знаете Они Везде Есть Тут Ничего Кстати Вот Когда Помните Если У них Была Ситуация Когда Упал Самолёт Ан-26 По-моему Ан-24 Полный Курсантов 3-5 лет Назад Полный Курсантов Старый Самолёт Самолёт Моего Возраста Ну и Упал Я тоже Сюда Заходил И Я Выражал Соболезнования По мне Погибли Лучшие Украинцы Во-первых Они Образованные Во-вторых У них Хорошее Здоровье То есть А потенциал Который Бо Могли Родить Детей Нормальных Детей Понимаете И Здесь Вот Люди Вместо Того Чтобы Говорить Спасибо Типа За Сожаление Вот Процентов 80 Мне Говорили Какое Твоё Собачье Дело Ребята Я Соболезнований Выражаю Потому Что Погибли Люди Причём Лучшие Люди Какое Моё Собачье Дело А Лучше Вам Было Если Призошёл Вас Материл Что Либо Это Нормально По Вашему То есть Даже Они Не Могут Осознать Знаете Что Человек Может Это Просто Делать От Души Удивительно Было Просто Не Знаю Так Что Вот Так Вот Вот Так Вот Мы Живём Ну Не Знаю Как Там Дальше Будет С Этими Беседами И Что Для Этого Необходимо Делать Будем Стараться Заходите Что Я Кстати Смотрю Ваши Ролики На Телеграм Канале Есть Там Такой Хохлосрач По-моему Называется У меня Как Назывался Вовозильвов Это Не Ваш Канал Это Не Мой Канал Там Несколько Блогеров Выставляют И Вы Один Из Них Кого Там Выставляют Ролики Посмотрите Ну Может Быть Не Были Никогда Не Не Был Там Во У меня Времени Нет Во Вторых Как Быть Со Своими Делами Справиться Вот Мне Честно Сказать По Большому Мне Не Нравится Троллинг С моей Сторон Я Считаю Люди Они Больные Но Больные И Полностью Этого Человека Которые С мозгами Немного Не Дружат И Его Сделать Из Его Клоуна Для Меня Это Не Очень Приятно Нет Вот Недавно Был Ролик С Человеком Которым Близко К Семидесяти Он Из Константиновки И Этот ролик Пока Еще Не Показывал Еще Пока Не Монтировал Надо Будет Лисо Закрывать У Немного Попечения Девять Человек И Он И Млад И Стар Есть Те Которым По 90 Лет Он За Ними Ухаживает И Ему Очень Тяжело Константиновки Которые Под Украинскими Вооруженными Силами И Когда Попала Вот Эта Ракета Я Так Помню Что Там При Расследовании Американских Журналистов Это Была Буковская Ракета Которая Упала На рынок И Погибло Там 16 Человек Я Сейчас Перебью На секунду Буквана Ремарочка Нью-Йорк Таймс Это Написал Нью-Йорк Таймс Рупор Демократической Партии Тем Более И Получается Я у него Спрашиваю Хорошо Давай Так Без Каких Либо Я Понимаю Что Ты За Россию Я Понимаю Что Ты Против Власти Украины Давай Так Что Говорит Нарус Самой Константинов Он Говорит Нарус Говорит Что Это Ракета Украинская Он Простой Дедушка Он Без Каких Либо Комплексов Или Претензий Он Говорит Это Украина Потому Что Все Знаем Откуда Стреляли И Кто Запускал Это Украина Но Одно Единственное Он Знаете Что Сказал Он Сказал Перед Самым Дело Что Камеры Уличные Камеры Видеонаблюдения Один На Украине Запрещены И Именно Там И Что Самое Интересное Нагнали Журналистов В это Время И Когда Приехал Блинкин Влетела Ракета Не Но Это Можно Конечно Придумать Догадываться Но Сам Факт Это Уже Не Приятно Ну Да Тут Знаете Как Это Совпадение Как Там У Вас Один Из Ведущих Говорил Совпадение Не Думаю Помните Не Думаю То Удивительные Удивительные Вещи Просто Происходят Но Если Они Уже Настолько Опустились Чтобы Делать Вот Так Со Своими Людьми То Это Уже Дно Они Считают Донбасс Не Своими Людьми Я Так Думаю Я Так Думаю Они Считают И Своими Людьми И Тем Это Трагедия Политика Из Политика Да Это Трагедия Людей Жалко И Он Тоже Мне Понравилось Он Семидесяти Годам И Он Не Унывает Он Лежит На Кровать Лежит С Мартфоном Со Мно Разговаривает Я Говорю А как Помочь Я Даже Не Знаю Потому Что Раньше Можно Было До Эти Действия Переводить Деньги На Украину А сейчас Я Вышли Мы Нашему Человеку В Константиновке Потому Что У него Девять Человек И Старый Млад А я Не Могу Вот Это Самое Обидное Самое Печальное Ничего Не Сделаешь Здесь Вы Знаете Опять Же Помощь Вот Смотрите Наша Помощь Идет У нас Не Только Оружием Помогают Соединенные Штаты И Помогают 60% Бюджета Украины Сейчас Зависит От Внешних Заимствований А это Те же Самые Бюджетники И все Остальное И они Разграбляют Даже С этого Они Даже Умудряются Воровать С этого Причем Когда Поймали И сказали Что же Вы Сволочи Делаете Вы Знаете Ответ Меня Убил Они Говорят Что Кто-то Там У власти Сказал Ну Наши Коррупционеры Воруют Не с тех Денег Которые Приходят Запада А с тех Денег Которые Собирают У нас За счет Налогов Понимаете Вот Даже Оправдание Оно Настолько Тупое Вот Может Мне так Кажется Я живу Далеко Но Оправдание Типа Мы не С ваших Денег Воруем А со Своих Денег Воруем Вы Нормальные Вообще Если Вы Со Своих Денег Не Воровали Наши Деньги Вам Не Нужны Были Так же Получается Александр Вот По поводу Человеческой Тупизны Да Тупизна Она Безгранична Бесконечна Заходит Ко мне Человек Ну Украинец О Тебя там Одесская Хунта Сделала Я тоже Я говорю Ну давай Разберемся Где В каком Вопросе Туда Сюда Да он Тебя там Полностью Удел Я говорю Давай так Слушай Вот Ты человек Я вижу Грамотный Ты человек Умный Одесская Хунта В свое Время Занимала Хорошую Должность В Одессе Оперативная Команда Я уже не помню Это был 94-95 год И Он Был Полковником Кэч То есть Они Последняя Станция Которая Тверждала Списки На распределение Жилья Военнослужащим Это раз И второе Земля Которая Принадлежала Вооруженным силам Украины Ее тоже Распродавали Он тоже Этим делом Завидовал Говорю Как ты думаешь Вот в 94-м Году Он мог бы Остаться на своей должности Не беря взятки С Людей Он Что ты понимаешь Такого А ты откуда знаешь Я говорю Если бы он взятки не брал бы Он бы на этой должности сидел Потому что ему надо Отдать деньги туда Деньги туда Деньги тому Деньги этому И себе оставить тоже Немножко Ты понимаешь Или ты не понимаешь Что он Он этот Но он наш Я говорю Так он вор Он разгромлял Вооруженные силы Ты понимаешь Ты мне говоришь Что это Святой человек И хоть ты что делай Но все Он молодец Он нормально Это не твое дело Брал Значит так А как он сказал Так и надо Так я им Когда говорю Здесь то же самое У вас Вот сидят У вас даже Вот ваши же Программы Там Гроши Шмроши Они показывают Что у вас Коррупционеры Прямо сейчас У вас даже Воруют Вот с армией Там То летние курки Купили вместо зимних То яйца У вас килограммами Меряют То есть у вас Воруют сейчас Ответ меня убил Мы с ними Потом разберемся Я говорю А кто тебе сказал Что потом ты будешь Или что потом Они будут На территории Украины Вот где Вот ваш Бывший премьер-министр Где он А идиозные фигуры Типа Тягнебока Поросюка Там Свинарчука Где они все Они разбежались А как же вы будете Разбираться Вы останетесь Вот Я говорю Они останутся одни Посреди пустыни Или степи Или что бы там ни было Вот так оглянуться А шторы с глаз Упадут И обалдеют Что они сделали Вот я уверен Что такое будет Это будет Не поймут Не поймут Они будут все равно Искать В этом случае Они всегда Ищут виновного Только не Не себя И не За тех Кому За кого Глотку драли Это будет виноват Так всегда Россия Вот если бы Россия Этого не сделала То сейчас Украина Она была в Швейцарии Вот за 9 лет Она встала бы в Швейцарии Так они же Обвиняют сейчас НАТО Если бы не НАТО То если бы НАТО Поставляло оружие Они бы уже давно Победили То есть НАТО Виновата Что вот это Скоро нас будут обвинять То есть вот сейчас Приехал Ну их начальник сюда Он поляков обвинил Там Они уже Своих же обвиняют И опять же Это же все деньги 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 Плевать там Бизнес Понимаете Вот я же Молодой человек Ну кажется Ладно Мы старики Там уже немножко С этими С прибамбасами Что-то забываем Что-то может Недопонимаем Молодой человек 30 лет Может чуть больше Я говорю Смотри Что такое квоты В экономическом плане То есть квоты На поставку продукции В Европейский Союз Кстати Меня на этом ролике Забанили В чат рулетки Вот скажи мне Пожалуйста Вот Украина Украине Предоставили После подписания Ассоциации В членстве Европейского Союза Договор подписали Где есть квоты То есть Украина может Поставлять там Продукцию Такую-то Такую-то По таким-то Таким-то Квотам Есть Лимит Все Больше ты не имеешь Это максимум Который ты можешь Поставить Да Квоту Да Допустим Европейский Союз Сколько хочет То-то Это неправда Я говорю Ну ты открой Ну ёлки-палл Ну тебе что Трудно Открыть Договор Об членстве В Ассоциации Европейского Союза Это неправда Они тоже Поставляют нам Мелочовку Мы им Типа не даем Говорю Ну это неправда И он как Уперся рогом Это вот Это называется Это не населить Русскому Это называется Замбированность Все что там Не делается Это хорошо Срусь Не покорюсь Так вот Так вот Я не договорил По поводу Троллинга Я говорил И Мне он не нравится Троллить Туда-сюда Бывает удачный Бывает неудачный Но суть не в этом Но Я буду это продолжать делать Объясняю почему Мне написали люди И не одни Но самое Это которая меня затронула Это Женщина Написала мне Говорит Попал в дом Снаряд И погибли Сын И старики Погибли То есть Отца Вернее Мужа И ее В дом Попал снаряд С украинской стороны Был обстрел И говорит Нам очень тяжело Сейчас Нам очень тяжело Это Донецкая область И Одна единственная Радость В этой жизни Это Говорит вы Ну я То есть Вы когда вот этими шутками Там прибаутками Вы там Говорите Там смеемся И мы смеемся И забываем Хоть на минуту Хоть на Секунду Но о том Что у нас Такое горе Вот для меня Это Самая высшая награда Да И Когда она мне написала Я сидел Я Ну я в шоке был Я не знаю Как эти люди Да Когда погибли Самые близкие Да И родители И дети И вот Она мне такое пишет Я не знаю Вот ради этого Я и сижу здесь Это классно А мне знаете Что приятно Когда попадаются Люди Вот попадаются С Донецка Попадаются С Крыма Попадаются Там С Луганска Попадаются Ну не подконтрольной Скажем Украине территории И вот Спасибо Спасибо Что вот Ролики выставляют Все И потом попадается К примеру Одесса Попадается Даже Львов И так Знаете За понебратски Сашка Спасибо Что ты делаешь Молодец Классно Мы тебя смотрим Все Я говорю Блин Вот понимаете Вся Украина Смотрит практически Любая точка Попадаются люди И это приятно То есть Люди смотрят Конечно ругают Тоже много Там кто-то Сразу же Но вот то что ругают Это они идут по нарративу Надо ругать А вот люди Которые смотрят Даже вот эта благодарность Она стоит того Что мы делаем Это приятно Я просто Я был на их месте Я представляю Вот я иду в магазин Я иду куда-то в общество Знакомым К родственникам Но это после 14-го года И они да Они зомбированы Там Армия Мова Вера Украина Понадусе И так далее По списку И ты знаешь Что тебе Спорить нельзя Объясняй почему Первое Я не сдержанный человек То есть Я могу Наговорить всякие глупости И могу Влезть в драку И могу Накворить бед Да То есть После этого Я могу Меня могут Или В тюрьму Или Вот Я это понимаю Да И у меня Отдушина была Это когда я смотрел Просто-напросто Телевидение российское Политические программы Ток-шоу Когда я был на Украине Сейчас я в России Вот Мне намного С этим делом проще Но те люди Которые С мозгами Такие как у меня Я не знаю Как они там Уживают Я просто Вот сейчас я думаю Если бы я остался там Да За мной пришли бы За мной пришли бы Потому что я По должности Я очень нужен Вооруженным силам Вот И Как говорят В ХХВЭЦ Да Естественно Я бы не пошел бы Естественно Меня ломали Естественно Меня оскорбляли бы И Скорее всего Я применил бы оружие Скорее всего Это сто процентов Потому что я Был бы загнан в угол Как та крыса Да Или как та собака Ну крыса Не крыса Себя нельзя сравнивать Как та собака Да Или волк Да А мне деваться некуда И я буду естественно Я бы убивал бы Да И Вот такой И вот Однажды на меня Видно Господь Бог Поберег и сказал Володя Давай Вали отсюда Да Вали отсюда И не занимайся ерундой На Украине Ну вот И получилось Да Получилось А вот я не представляю Как там люди Даже вот эти вот Когда он сидит Боец Да Он говорит Я вооруженный Солдат вооруженных сил Он сидит И он плачет Прямо так сидит Это у меня есть ролик Он сидит Плачет В этом Славянске он сидел Да Я не знаю Что мне делать Меня отправляют А я не хочу Я жену Да отправил В Норвегию В Нидерланды Я жену отправил Туда семью Полностью уехали А я вот тут остался А меня заставляют А я не хочу идти И что мне делать А я сижу И не знаю Что ему сказать Сдаться в плен Каким способом Ну как Как я представляю И сдаться в плен Ну как Это когда идет бой Ты можешь Если тебя там Не ранят Не грохнут Ты можешь Как-то приключать Пацаны Не стрелять И освоят Но могут И не понять тебя Могут и тут же Сразу же шлепнуть Мало Вот таких Своих знаешь Сколько здесь Либо те Либо свои Либо ты как Через минное поле побежишь Да Да Вариантом массы Как ты сдашься Куда За границу Выбежать не можешь Да И все И он сидит Плачет Ну вот я говорю Мне кажется Такое ощущение Что кто-то вот решил Действительно Избавиться От населения Этой страны И Те которые Сейчас уехали Вряд ли Они вернутся Обратно У них Вот я недавно Разговаривал с блогером С одним Там такие оптимисты Сидят Слушайте Сиди я сам открою Он говорит 80% вернутся Родной Если 20% вернутся Радуйся Но 80% точно Не вернутся И даже 20% не вернутся И чем дольше конфликт затянулся Тем меньше гарантий Что вообще Кто-то вернется А если вернутся То будут это те Которые себя не нашли В Европе Которые пособие отключили Вот обе левые руки Вот они вернутся И будут восстанавливать Вашу страну Потому что те Которые Хотя бы пару извилин Есть Они себя там найдут Дети пойдут в школу Женщина Если без мужа Найдет себе кого-то Все И ее ничего не держит С твоей страной Ну будет Висеть у нее Флажок Украины Где-то И будут вспоминать Что когда-то Они были украинцами Все На этом кончится Все Эти разорванные семьи Они На протяжении Не одного десятка лет На самой Украине Дело в том Что Тенденция такая Что народ Рабочий люд Он уезжал всегда На заработки Без разницы В какую страну Кто в Россию Кто в Польшу Кто в Америку Да Они ехали массово И у меня таких знакомых Объясняю почему Их много Потому что я сам был Зарабельчанин Я уезжал Я 5 лет работал В Европе Вот И у меня есть знакомый Да Он в Америке живет Он уехал Ну Тогда когда я был В Европе Он уже 10 лет В Америке прожил И он Да Он берет видео Он показывает Где он отдыхает Какой у него дом Какая у него машина Да Ну неплохо Он работает простым рабочим Нормально получает Жизнь неплохая Я говорю А семья А говорит Семье помогаю Но здесь у меня есть Курмочка Своя Вот Она тоже украинка Вот Я фактически И ту семью Я забыл Да я помогаю Там Коммунальные услуги Там жена И сын у него осталось Все У него здесь своя жизнь Говорит Возвращайся Он говорит Нет Я не буду возвращаться У меня эту Курмочку Я ее люблю Вот так оно и получается Вот все Кончилось И таких И таких Как он Миллионы Потому что я был Да Ребята Да Ну и те Которые Ну опять же Что такое физиология Есть экземпляры Когда жена верна мужу Муж верен жене Есть Много их Нет их немного И вот получается Что Она На Украине Он на заработках Или наоборот Да Все Естественно Находит она кого-то Он Находит кого-то Потому что Физиология Это человек Это не робот Запрограммированный Кто-то улыбнулся Где-то Под этим делом Где-то Что-то Как-то И понеслась Оп-хоп И все И семьи нет Да Трагедия Это 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 трагедия Человеческая Это не издевательство Над кем-то Да Ну там Можно конечно Посмеяться Но Это факт Есть факт А смеяться Смеяться Это прежде всего Это Это некрасиво То есть Смеяться Здесь Несчего Смеяться Всегда Вот Я как Будем говорить У меня Подчиненные Были Много Их было Да Я говорю Про солга Там всегда Стояла задача То есть Опрос Есть ли родители Да Какие увлечения И так далее И так далее И на особый учет Мы всегда Ставили Людей Которые они Или мамы Или папы Но со мной Отцов не было Потому что У этих людей Немножко другое Восприятие Жизни То есть Они уже Как бы Ближе к Группе риска Они есть Группе риска То есть Он может Что-то сделать Или напиться Или подраться Или кого-то Избить Или То есть Нервная система У него намного хуже Там где было Где были родители Папа-мама Которые Воспитывали ребенка Обоя И которые Давали ребенку Счастье Ету Хлеб Кров Там Принимали Принимали Активное участие В его воспитании В становлении Как человека То есть Человек Совсем другой Это же Не мной Придумано Это придумано Психологами Они нам Выставляли Что вот Ребята Вот это Вот это Им особое Внимание При заступлении В корову При выполнении Боевой задачи На них Особое внимание Потому что Они могли Ребята Что-то принести Есть такое Ну наверное Есть Потому что Я не могу По себе судить Потому что У меня И папа И мама Ну вот И прекрасные люди Так что Вот так Понятненько Владимир Что-то мы договорились С вами С ума сойти Всегда Когда Когда встречаешь Хорошего человека Очень быстро Летит время Спасибо Вам Вас здесь искал Очень приятно Поговорили То есть Серьезно Чувствовал Чувствовал Да Я кстати Узнал Что вы здесь Гуляете Время от времени И поэтому Зашел Сдали Вы как Не против Если я вот это Вот тоже поставлю Александр За Ради бога Для хорошего человека Ничего не жал Хорошо Давайте Вам удачи Добра Всего самого хорошего Мирного неба Над головой Здоровье Самое главное Да Вам всего доброго Вашей семье Самого хорошего До свидания Вам тоже Удачи Вова со Львова Прошу любить и жаловать Канал Вова со Львова В ютубе Землянин Здравствуй Уверен Ты когда-нибудь Прилетишь на эту планету Тебя приветствует Владимир Николаевич Машков Строитель из Москвы И Кедан Алексей Из Батуми Которые первыми Ступили найти Гнусные пески На задорках Субтитры создавал DimaTorzok